приветствую вас коллеги хочу вас познакомить с одной очень интересной профессия это или состояние души это бармен многие знают что это такое многие не знают для меня например очень интересно этот человек его зовут сергей кролик его он занял второе место вы сами знаете что брещане всегда занимают призовые места будь то по декору по печному делу и так далее так далее человек занял второе место на фестивале среди лучших барменов почему он занял второе место как он к этому пришел и вообще профессия бармена это состояние души или это профессия привет сергей серега скажи пожалуйста работа бармена эта работа можно сказать психолога как ты пришел в эту профессию очень давно начал подрабатывать в общепите просто потому что нужны были когда-то деньги ну и само собой это же такая романтическая профессия после фильма коктейль 90-го года прям было прям валом повалили люди в общепит потому что все восхитились томом крузом я также начал подрабатывать со временем потихонечку я заметил что ко мне приходят гостей больше чем приходит моим коллегам на тот момент еще туда в кофейне это сколько уже лет занимаешься если брать полностью 12 12 лет от серьезно 12 лет да индустрия очень сильно менялась я старался ее подстраивать вот сюда мне всегда было какое-то небольшое свое видение того как она должна быть как я хочу увидеть это как я вижу себя в конкретном баре как я вижу сюда конкретно за какой-то стойкой потихонечку все она как-то аккумулировалось воду вылилась спинка так 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 про конкурсе второе место тут не совсем более корректно потому что второе место конкретно про то что вы наверное имеете конкурс был ягер мейстер ягер лига она проводится каждый год вообще по-паратуруска очень много конкурсов проводится проводится каждый год и по очень многим на пицце Конкретно второе место занял наш бар. Мы всем баром нашли, то есть это не только моя заслуга, это еще и нашего старшего бармена, естественно, и второго бармена, моего сменщика. Конкретно мое собственное место это на конкурсе Арарат по коньякам, гран-при, по манинам гран-при. Это здесь в Беларуси у нас? Нет, Арарат это был европейский конкурс. Там участвовали из Европы. Напрямую я не участвовал, я просто подал заявку со своим напитком. Я не прошел по возрасту, потому что там требовались бармены более взрослые. Я не прошел по категории бара. Я тогда работал в баре, который не подходил по критериям. Но мою заявку приняли, мой коктейль рассмотрели и мне выдали гран-при жюри по вкусовым характеристикам и балансу коктейля. Ну это круто. Скажи, пожалуйста, в любой профессии всегда смотрят на каких-то стариков, на тех людей, которые, так сказать, первооткрыватели, или у кого ты учился, подчерпывал опыт. И есть ли те люди, на которых ты равняешься, у которых до сих пор консультируешься по каким-то вопросам? Есть, конечно. Есть, во-первых, папа всех барменов, Джерри Томас. Это человек, который жил 150 лет назад. И он придумал фактически все, чем мы пользуемся. Все, что может быть при работе бармена использовано, это все когда-то... А покажи, что я первый раз вижу, что это за инструменты такие? Это жигер, стандартная форма налива, 50 на 25. Им очень удобно пользоваться. Он, как правило, находится в стакане с водой или в стакане с минералкой, очищается. Им очень удобно наливать. 50 граммов, 25. Сквизер. Это что такое? Он выдавливает сок из фруктов. Очень удобно. Парная ложка, она же спун. Наливается, естественно, это мерная форма. И сама форма предрасполагает собой, чтобы напитки наливались слоями. Очень удобно. Пинца, думаю, не стоит. Он очень много чего придумал, он очень много дал основ всего. Но я, прежде всего, равняюсь на нашего соотечественника, о нем очень мало кто знает на данный момент, очень жаль. Это был первый бармен Советского Союза, Кудрявцев. Он из Белоруссии, из России? Нет, он из России, из Советского Союза. Он перестал быть буфетчиком и стал барменом официально через Министерство культуры. Первая его барная стойка была сколочена из серванта Николая II, потому что больше ничего не было. И напитки он готовил по книгам, которые были написаны Софи Лорен. Он подчерпывал рецепты книгах Хемингуэя. Я учусь у него. Он с помощью математики объяснил, как можно создать бесконечное количество коктейлей. А он живой еще этот человек? Он еще живой до сих пор, он ездит, дает мастер-классы. Ты лично с ним общался, виделся? Я лично с ним не общался, я его один раз видел издалека. Вот и все. Но он до сих пор, преимущество бармена в том, что какой бы ты звездой не был, каким бы ты многократным чемпионом мира, папой, всех, отцом, богом для всех барменов не был, ты всегда остаешься с этой стороны барменом, а с этой стороны гостем. Поэтому, если сюда придет сам Кудрявцев с его величием, он заткнет свою варежку и будет смотреть, как я готов. И не будет давать мне никаких советов, он не будет, пока я сам не спрошу, он не будет мне говорить, что я делаю что-то неправильно, даже если... Это субординация, так сказать. Это субординация. С этой стороны ты гостем, с этой стороны ты не бармен. С этой стороны ты бармен. У него могло быть только одно исключение, если бы он, собственно, ручно построил эту стойку. Вот это все различие. Кстати, по поводу стойки, мы говорили... Это очень большое искусство, построить ее правильно. То есть, ты какое-то отношение к этой стойке... Конкретно к этой я не имею никакого... В чем фишка, что так важно, что стойка была какая-то там определенная? Ну, тогда это все по вашей специальности. В общем, стойка стандарт должна быть метр десять в высоту. Это наиболее удобная высота считается для того, чтобы подавать напитки и для того, чтобы гостю было удобно сидеть за барными стульями. Ширина стойки определяется от сорока до семидесяти сантиметров. Это считается наиболее удобным. Эта барная стойка не совсем удобна для того, чтобы за ней кушать, но очень удобна, чтобы за ней пить. Чтобы кушать, она должна быть от пятидесяти до семидесяти сантиметров. Это определенный европейский стандарт получается, да? Ну, это мировой стандарт. Все барменство приведено к единой системе Международной барменской ассоциации, которая давно все это вывела. Каждый бармен, конечно, подстраивает для себя, но в целом это уже довольно логично. Чем шире стойка, тем больше блюд можно поставить, соответственно, можно кушать удобно. За такой стойкой удобно пить, потому что здесь лежат пилстопы, они же коврики. На них, собственно, я все их готовлю. Это гости не имеют права пробовать все, что у меня здесь лежит. Как только я ставлю сюда, это становится все гостем. Присключением денег. Если деньги лежат здесь, а не мои. За этой стойкой очень удобно пить. Далее барная станция. Она тоже сделана индивидуально. Как правило, подстраивается под каждого. Если кто-то дома хочет себе делать барную стойку, барная станция не особо имеет смысла. Потому что вы не будете использовать такое количество инструментов, такое количество воды, которое здесь пролито. Всегда нужно помнить о том, что покрывать барную стойку обязательно нужно вот это последствия огня. Барная стойка так или иначе поджигается. Поэтому нужно... У меня дома барная стойка покрыта морилкой. И, по-моему, 5 или 6 слоев лака, которые огнеуборны. По-другому барная стойка будет сильно износиться. Она постоянно моется. Барная стойка сегодня уже мылась только два раза. Будет еще мыться раз за 4 или 5 смен. Соответственно, она должна быть полностью готова к воде. Но это дальше уже ваша спецификация. С этой стороны все должно быть еще более подвержено. Потому что мыть ее водой красота здесь не имеет смысла. Только функциональность. За барной стойкой для того, чтобы приготовить все, что угодно, тебе нельзя делать больше 4 шагов. Потому что все опирается во время. Когда у меня здесь сидит в пятницу, в субботу по 100-150 гостей, я готовлю все для них и плюс еще все на зал. Как это успевать можно? Я не понимаю. Ну, ты все успеваешь так, чтобы все успевать. Поэтому все под рукой. Если мне нужно налить водку, у меня ногой здесь отодвигается, берется водка. Если мне нужно налить пиво, у меня здесь два шага для того, чтобы наливать все пиво. Для того, чтобы брать пиво, у меня один шаг здесь, один шаг здесь. Для того, чтобы брать фрукты и, собственно, готовить коктейли все здесь. У меня все инструменты здесь, фрукты здесь, здесь, здесь. Ингредиенты все здесь, пока вы лежат здесь, трубочки все. У меня все. Ты сам знаешь, где что лежит? Хорошо. Такой вопрос. Вот столько много спиртных напитков. Вот ты вообще их пробуешь? Ты вообще их вкус как бы ты должен знать их вкус? Какие-то качества? Каждый раз, когда я готовлю коктейль, я обязан пробовать его вкус. В идеале бармен не должен пробовать. Он должен всегда готовить одинаково и знать, какой вкус. Ну, я еще не настолько уверен в себе, чтобы все это дело не пробовать. Поэтому я всегда пробую, мало ли где-то баланс немножко не собрелся. Таким, у нас Беларусь, это не такая плодородная Украина, где все растет. И все растет одинаково вкусно. Лимоны каждый раз разные, поэтому разные концентрации. Даже сахар разный, поэтому разная концентрация сахара. Это дополнительные ингредиенты в любой напиток. Алкоголь одинаковый, да, поэтому просто пропорции. Если я добавляю немножко лимонный сок, любой фреш, сахарный сироп, нужно немножко попробовать. А так весь алкоголь, конечно, я знаю весь алкогольный вкус. Весь, который здесь, плюс еще очень-очень много всего помимо этого. А рецептуру вам кто-то дает или вы все-таки сами как-то... Каждый бар абсолютно индивидуален. У нас ирландский паб, нам не имеет смысла делать безалкогольные коктейли. Они у нас есть в меню, но мы их не подаем. Девчачьи коктейли тоже, как правило, мы не подаем. Мы предпочитаем крепкие мужские напитки. Пиво и крепкие мужские напитки. Достаточное количество наших коктейлей приготовлено тоже на основе пива. Это мы берем либо в Международной барменской ассоциации, либо готовим их сами. Процентов 80 коктейлей, которые есть у нас в меню, мы придумали сами. Сами придумали полностью их рецептуру, собрали баланс, выбрали посуду, выбрали алкоголь, который лучше всего подходит, это смежные ингредиенты. Меню. Название, описание все сами. Скажи такой вопрос. Вот ты 12 лет уже занимаешься. Ты постоянно очень много людей видишь. Ты много с ними общаешься. Каждому клиенту надо свой подход тонкий. Ты как психолог. Вот расскажи о психологической точке зрения. Без проблем. В данный момент я пытаюсь написать книгу по поводу влияния алкоголя на организм человека, для того, чтобы люди пили правильно. Потому что у нас очень маленький еще уровень. Это культура питья, как говорится. Культура питья. Человек должен знать свою норму и свой напиток. Если вы пришли с девушкой, как часто бывает, приходит парень с девушкой, заказывает... Это, кстати, будет назидательно. Расскажи про это, да. Заказывает какое-нибудь вино. Это же все чушь. Полнейшая чушь. Зачем парню с девушкой, которые... Если я еще прохожу рядом, замечаю, смотрю, немножко разговариваю с ними, я понимаю, что у них относительно первое, второе может быть свидание. Вим это вино. То есть, уже видишь, это да. Конечно, это все сразу видно. Им нафиг это вино не надо. Им нужно по две стопки текилы и поехать кому-то из них домой. Ну, зацепить с собой, ну, может быть, еще пивка, чтобы чуть-чуть шлифануть свой организм. Потому что текила расслабляет тело, концентрирует ум. И немножко легче после этого поехать в ночной клуб. Или здесь расслабиться тоже под музычку. А пиво расслабляет ум, концентрирует тело. Одно на одной у них будет великолепная ночь. Если у тебя что-то не очень хорошее в жизни приключилось, ну, нафига тебе водяру хлистать не только. У тебя для этого есть... В депрессии, когда человек приходит, да? Конечно, у тебя для этого искрепленное вино. У тебя для этого есть бурбон настоящийся, который будет 45 или 50 градусов. Его много не выпьешь, но он очень хорошо влияет. Расслабляет тебя здесь, расслабляет тебя здесь. Смешанные напитки. Нужно все для себя знать. Барменам, которые работают, им, конечно, проще. Проще всегда накрытаться. Он абсолютно точно знает, чего он захочет от тебя. А бывает такое, что вот люди приходят, они тебе прям исповедуются, как священнику. Какие-то свои... Каждый день. Каждый день. Каждый день. Происходит. И за это абсолютно всем. Это очень сильно иногда задалбывает, это правда. Кстати, для будущих барменов, которые на тебя, может, смотрят или хотят стать барменом, потому что посмотрят много людей в этой ситуации. Как правильно, чтобы человеку не навредить и грамотно. И с другой стороны, ты тоже человек, тебе это надоело, ты хочешь послать всех на три буквы. Как здесь вот быть? Где взять силы? Ты не как-то слушаешь. Просто слушаешь. Слушай человека. Человек пришел сюда для того, чтобы выговориться. Не единожды было такое, когда очень в назидание помогло барменам, которые у меня стажировались. Приходили два чувачка в рабочей форме. Вот так, как вы сейчас выглядите, вы же в рабочей форме. Вот, если вы куда-то придете, я же первое, наперво обращу внимание, что у вас грязный парк, маечка такая подгулявшая, и я могу сложить у вас неправильное впечатление. А вы еще придете и по привычке, ну что, возьмете себе 50 и сок. 50 водки, сок. Это как бы дешевый заказ. Это же не значит, что вы не оставите мне на чай. Просто у меня может сложиться неправильное впечатление. Не единожды было, что ребята какие-то приходили, мужики после работы, а еще эти лица, которые на стройке загорели. Уставшие, да, это вся непритость. И они заказывали, выпивали, ну, 300 водочки выпивали, чуть-чуть соком. Их заказ был на 10 рублей, они столько же оставляли чай. Приходят гламурно одетые молодые люди и рассчитываются копейка в копейку. Главное, мы же работаем для того, чтобы человеку было вкусно, и по правде говоря, мы работаем, чтобы у себя все время было на кармане. Да. Поэтому просто слушай, просто публикай. Если человек взрослее тебя, не лист к нему совета. Если человек младше тебя, тем более не лезь к нему с советами. Ну да. Просто послушай, выскажи свое мнение, будь всегда честен. Станиславский абсолютно был прав, не верю. Если ты правдив, если ты веришь в то, что ты говоришь, слушаешь, все будет отлично. Есть такая лига барменов в России, где не только бармены, но и те, которые делают эти соки. Там их много, названия я точно сейчас не помню. Что ты можешь сказать? Есть ли в Беларуси такое? В Беларуси есть лига барменов. Барменская лига. В ней точно такая же проблема, как и в России. В России в основном барменская лига слагается из людей, которые живут в Москве, в Санкт-Петербурге. У нас те, которые из Бельска. Наш старший бармен Екатерина недавно участвовала в конкурсе по пехеровке. И она была первым человеком из регионов, который попал в финал этого конкурса. Все остальные из Бельска. Потому что так или иначе, бармен здесь чего-то учится. Ему хочется каких-то звезд, денег, капонуть. Он едет в Минск, и в Минске уже больше учится. Считаю, что здесь нельзя развить лигу. Нельзя развить уровень барменской судьбой. Какими качествами должен обладать человек, просто парень? У них же бармены и девушки есть, правда? Наш старший бармен, девушка, которая очень мастеровитый бармен, выигравшая конкурс Хеннесси. Попавший в финал конкурса пехеровки. Она же тоже из числя команды, которая второе место на Ягер-лиге завела. Чуть-чуть сюда и переместимся, и буду готовить. Девушки сейчас, достаточное количество девушек. У девушки свои преимущества в барменском искусстве. Такие, как у парней. У всех все по-разному. Я считаю, что главное, если человек хочет стать барменом, главное качество, которое у него должны быть, честность и трудолюбие. Если ты честен, перед собой ты не станешь вырывать у себя из бара, как было в 90-е и в начало 2000-е. Если ты честен перед гостями, ты не будешь им не доливать. Если ты честен сам перед собой, ты не будешь им нести абсолютную чушь, что тебе нравится этот любви. Если мне не нравится напиток, я говорю, что для меня это чушь. Вам, может быть, понравится. Гости очень сильно это ценят. И трудолюбие. Очень задалбывает. После 13-14-часовой смены вымывать полностью весь бар, чтобы он был кристально чистый. Каждый день надоедает мыть кофе-машину, обжигать себе пальцы. Просто будь трудолюбивым. Мыть склад, носить кейк. К нам приходят потонние пива. Это все нужно попереносить на склад. Это тоже очень... Чтобы не тешили себя радужными какими-то там... Нет, барменская работа, она очень картинная. Когда ты здесь находишься, ты, понятно, ты всегда самый веселый человек. Тебе есть, что рассказать. Тебе есть, что послушать. Ты такой весь классный, задористый. Никто не обращает внимания, что ты тоже очень сильно не высыпаешься. Что тебе... Вообще, до ядрей не фей, никакие истории рассказывают гости. Втягиваешься, конечно, когда они начинают это говорить. По большинству своим понятно, что далеко не все истории интересны. Абсолютно пофиг, каких платьев нету, когда девочки рассказывают. Или какие пара этих козлов. Мне абсолютно по-барабану. А еще у многих ассоциация, что бармены, они владеют вот этим искусством, бутылки перекидывания. А откуда это пошло? И умеешь ли ты это там, хоть немножко можешь продемонстрировать? Флейринг. Это... Флейринг, это давнешнее мастерство по бросанию бутылок. Либо, как его называют, по зарабатыванию чаевых. Пошло оно, опять же, с 90-х из фильма «Коктейль», по большей части. Когда там бармен учился работать и... Не помню, то ли в Нью-Йорке, то ли в Новом Орлеане. И чтобы зарабатывать чаевые, он бросал бутылки. И потом повально начали все этим заниматься. И вплоть до поваров только лениво этим заниматься. Сейчас это все немножечко поохладело, чуть-чуть. Но тем не менее, очень большое количество барменов занимается флейрингом. Ну, со стороны это круто выглядит. А вообще, кто первое, так сказать, на кого смотрят? Вот в отделке смотрят европейцы, американцы. Вот в моей профессии. В вашей профессии какая-то страна? Может быть, та самая Ирландия? Или там Скандинавия? Не знаю, там Америка? Кто вот такой вот прям авторитетный? Соконтатель мод. Можно так сказать. Новый Орлеан. Вообще, герои меняются всегда. Есть традиционно бары Нового Орлеана. Их прям огромное количество. Они все очень крутые. Всегда остается связанное все с общепитом. У кого есть Мишленовские звезды. То есть это Париж, Лондон, Нью-Йорк, Токио. Москва очень сильно сейчас выросла. Настолько безумно сильна, что пошли повально чемпионы из России. Чемпионы по бросанию бутерброда многократно уже есть в России. Люди, которые претендуют на Мишленовские звезды, тоже из России. В ресторане с собой уже набирают русских. В ресторан Нью-Йорк в Лондоне набирают русских. Сербский чемпион славянин. То есть у нас не только программисты, оказывается. И в этой сфере... Не только, конечно. Очень много всего. Ну, наверное, прежде всего, да, это будет Новый Орлеан. Новый Орлеан, оттуда все пошло. И это все и будет продолжаться. Там всегда бармены. Как минимум, ты приходишь в индустрию. И у тебя такие учителя безумные, которым ты пытаешься тянуться. По поводу Мишленовских звезд. Просто непонятно, кто их присуждает и как их получать. Потому что есть такие рестораны в Таиланде, например. Казалось бы, что они не сильно, так сказать, выделяются. Как получить эту звезду? Есть целая книга. Есть целая книга, как получить Мишленовскую звезду. Она очень толстая. Мишленовские звезды не присуждают просто так, то у них должны быть определенные критерии. Есть при этом исключение, безусловно, как то ли из Малайзии, то ли из Индонезии. Повар, который... Да, да, я про него и говорю. Да. ...готовит. Есть такой. У барманов говорят, что индустрия сильно завязана. У меня нет шанса получить Мишленовскую звезду, потому что я работаю в Беларуси, в Бресте. Если бы я точно с такими же умениями и знаниями работал в ресторане с собой, то у меня был бы шанс получить Мишленовскую звезду как бармен. Тоже всем быстрее, все тоже деньги. При этом хорошие бармены все равно, они будут... Всегда будут в части. Ну, барменское искусство. Есть определенный какой-то момент, где останавливаешься? Или все-таки всегда растешь-растешь? Всегда. Ты всегда растешь, пока ты хочешь этого. Есть много в чем расти. Есть бармены-неконтактники, бармены-контактники, флэеры-миксологи, конкурсники и так далее. Есть очень много разновидностей барменов. Кто ты будешь из-за этого всего, это прежде всего ты сам, конечно, решаешь. Кому-то интереснее бутылки кидать, кому-то соблюдать рецептуры вплоть до трех десятых граммов определенного только алкоголя. Кому-то интереснее общаться с гостями просто и всегда знать, что хочет гость. А кому-то интереснее участвовать в корпусах. Для меня абсолютным является общение с гостем. Мне очень нравится, когда гость приходит, я у него спрашиваю, как дела. Улыбаюсь, я говорю, что вам не нужно меню, я вам и так что-нибудь приготовлю. Это внимание, так сказать. Два вопроса, а потом готовлю тот напиток, который ему понравится. Не задавая вопросов про алкоголь вообще. Чуткое и внимательное сердце, что человеку в современном мире так не хватает. И что ему может дать бармен. Скажи последний вопрос, что тебя подвигло писать книгу, на каком ты сейчас этапе. И вполне возможно я оставлю страницу ВКонтакте на тебя. Может кого-то заинтересует. Книга на самом деле в начальном этапе, потому что сейчас идет составление энциклопедии. Большой энциклопедии по поводу воздействия алкоголя на организм, воздействия некоторых напитков. И то, из чего готовятся эти напитки на организм. Чтобы человек всегда мог понимать, в конце концов, чтобы создать идеальный похмельный коктейль. Ну и с этого все. Это очень актуальная, очень востребованная информация, я думаю. По-многому. У нас нет культуры питья, и эта книга должна помочь в культуре питья. Но это не главное. Вместе с книгой и с энциклопедией работает еще и большое мобильное приложение, которое, заполняя и проходя несколько психологических тестов, человеку будут выдаваться те алкогольные напитки или те коктейли, которые ему будут максимально близки. И он всегда может соблюдать свою норму и всегда будет доволен. Перестать пить водку в чистом виде. Человек, в конце концов, сможет узнать о том, что его напиток Херис. Он его никогда не пробовал, но по психологическим тестам Херис будет подходить идеально. Спасибо тебе огромное за интервью. Позвольте. Ребята, я надеюсь, вам было интересно, понравилось. Я оставлю ссылочку на Сергея. Может, кого-то заинтересует. Когда Сергей напишет эту книгу, надеюсь, он... Сергей, страница ВКонтакте я у тебя возьму, да? Ребята, всем пока. Увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова